Ну что, выбралась я в итоге в магазин, прогулялась, иду в прекрасный магазин с X-Price. Здесь Юля вчера купила вкусные печеньки, так что пойду за печеньками. Что, вот такие печеньки, вчера я сидела их хомячила, пока учила свои экзамены. Сейчас пойду в другой магазин за мороженым, который ела вчера, и за пирожным, который я тоже ела вчера. Пришла я за мороженым, это рожок вкусный, который по рублю стоит всего лишь такой прекрасный магазин вклад. Я не очень люблю этот магазин, не очень редко здесь бываю, но мороженое здесь дешевое. Сразу сниму ценник, чтобы победили. Рубль 12, рубль 12 всего лишь белорусских рублей. Слушайте, кабина только постирала куртку вчера, сегодня она у меня высыхала. Я сейчас выходила с того магазина, там такая холодильная камера огромная, и пластиковые такие шторки, да? Кто-то знает этот магазин. И что вы думаете? Я так и предполагала, что эти шторки грязные. Я вам нужна рука. Дом покажу, черная такая. Не знаю, это труд какой тряпкой, нет, заново будет куртку стирать. Попробую засереть, если останется пятно. Идет тогда завтра это, и постираю эту куртку. Вот здесь хорошие ленте. Это я такая, думаю, не буду двумя руками, одной рукой. Эти шторки придержала. Видите, какое им удалось. Капец, грязь такая на этих шторках. Так что будьте аккуратны, у кого светлая одежда. Слушайте, я сейчас выходила из магазина и говорю, специально не брала пакет, чтобы вот ничего не покупать. Шла вообще такой за колбасой. Потом думаю, ну ладно, куплю еще мороженое. На итоге смотрите. Еще чипсы у меня тут завалялись, пирожное, печенье. Называется не ходите голодными магазин. Сейчас такой пришел смешной комментарий. Просто, Юля, заведи свой канал. С удовольствием тебя поддержу без посредничества главного героя. Вот мне интересно, а что вы делаете на моем канале? Вот мне интересно, если я вас так триггерю, если я вас так раздражаю, что вы делаете на моем канале, если я недостойна вашей финансовой поддержки? Мне это очень интересно. Я тут хохотала и долго не могла прийти в себя. Кстати, сейчас вечерняя служба в церкви. Смотрите, как красиво все подсвечивается. Кстати, по правилам ПДД, дорожное движение, в эти велосипедисты обязаны ездить с фарой включенной. В темное время суток. Кстати, многие нарушают и тоже с этими, с фликерами светоотражающими. И все едут. Мало кто едет с этими с фарами, идешь и только шарахаешься от них. А вот пешеход, обычный пешеход, может идти без фликера. Рекомендованные. Мы одно время штрафовали за эти флики, сейчас вроде как поменяли правила. И если вы, как пешеход, хотите перейти пешеходный на зеленый мигающий, вы не имеете права, должны остановиться. То есть начинать движение на зеленый мигающий запрещено. Вот такие вот нюансы правила дорожного движения. И оказывается, оказывается, переходить пешеходный должны вот конкретно по пешеходному переходу. Я как-то давным-давно слышала, что типа там 5 метров лево, 5 метров вправо пешеходная зона, типа считается зона пешеходного. Нет, наша преподавательница это опровергла. Не знаю, пишите в комментариях. То есть я, ну, всегда говорили, что там вот ну, рядом с пешеходным, то есть можно тоже переходить. Она сказала, нет, чисто по пешеходному. Если вас сбила машина вне пешеходного, получается, это будет ваша вина. Так что переходите четко по пешеходному. В Испании, кстати, вообще пофиг. Мы как-то тут еще в Беларуси стоим, ждем этот зеленый. А в Испании вот это, в честности, все на красе фигачат. Те бедные водители только успевают проезжать каким-то образом и не давить этих пешеходов. А еще, еще преподаватель со времен повторяет, что автомобиль это средство повышенной опасности. Я раньше думала, что это средство комфорта, как и средство повышенной опасности. Всегда нас пугают, чтобы мы ехали аккуратно, всех пропускали, ну, по правилам, естественно. И пешеходов, в первую очередь, смотрели во все глаза. И перед пешеходом обязательно снизить скорость, что редко кто из наших водителей это делает. Все, я уже дома, кстати, давно не снимала, как я вылежу. Я вот в этой новой кофточке, что купила недавно, и в черных штанах. Вот такая красавица. Красавица раскрасается. Буду переодеваться, потому что очень жарко. Все, я уже дома, кстати, забыла вам рассказать, что у меня вчера еще пришло письмо, наверное, с Alcampo. Такой, короче, супермаркет, большой, даже гипермаркет, наподобие нашей Короны. Alcampo, это вообще французская сеть, Carrefour, нет, Carrefour это Carrefour, Alcampo это Alcampo. Короче, пишите в комментариях, кто в основании живет. Я два года назад подписывалась на вакансию продавца. Да, вот прошло два года, они мне прислали письмо, в том году они мне прислали, сейчас прислали письмо, типа, отправьте нам подтверждение, что вы по-прежнему ждете вакансию работы. В нашей сети, представляете? Я в Беларуси, вот, хоть завтра могу пойти устроиться, работаю на Валом. Единственное, я говорю, что мало денег платят, ну, в среднем 300-350 долларов зарплаты у продавца. Я не говорю про другие работы, я говорю про продавца, вот. А в Испании не вбиться, в Меркадон вообще не вбиться, это тоже такая торговая сеть. Только для испанцев мне писали, что у кого есть гражданство Испании, тот еще вобьется. А так, гастербайдером места нет, там, потому что зарплата может быть и 1400-1500 у Меркадон, это хорошая зарплата в Испании считается. Короче, я вспомнила, что Миза сделает салат с крабовым палочками, Юля обещала, я езжала завтра на работу, она берет два обеда. Она возьмет плов, я ей обещала крабовый салат, и надо блины эти дожать, которые я вчера на ужин жарила, овечья, ой, а утром я ела бутерброды, короче. Вот, и пока суть до дела, поставила вариться яйца, я про них совсем забыла. Вот, и пришла уже, охладила пивас, пока посидела на Ютубе, подвечала на ваши комментарии, с такими вкусными чипсами, да. И поставила вариться яйца на салатик. Вот такая я хозяюшка, за 40 минут пока дожарила блины, еще такая нормальная стопочка блинов получилась, между прочим. Настругала салат, тут по сути только что, крабовые палочки я порезала, яйцо, рис и кукуруза рассыпчатые, осталось заправить майонезом, я заправляю порционно, заправляю всю бадью, сейчас себе в тарелочку накладу. И вот такая у меня гора еще блинов получилась. Все, пока все приготовила, перемыла гору посудой, е-мое, помыла плиту, сковородку, чайник, умаялась, устала, одним словом. И, наверное, концовку видео сниму вам завтра уже, а пока пойду немножко поучу что-нибудь. Да, Юля моя мне не пишет, на связь не выходит, сторис не выставляет, мне уже интересно, как все прошло. Ну, ждем, ждем, как это было. Заходите в ее инстаграм, смотрите. А я, а я пойду на диван, потому что мне уже болит спина. Всем привет, всем привет еще раз. У меня уже другой день, ходила смотреть Веру, в целом деле ее не видела. Так папа это подросла, поменялась в лице. У меня еще дети растут быстро чужие. Вот, и, ну вот, хотела уже на второй день закончить видео, потому что вчера я так вымоталась. Я потом еще вечером сидела эти билеты училась, уже надо браться, заставлять себя, потому что так я два месяца прогуляла. Стоит по факту месяц учебы. Надо вот подтянуть мне две темы с регулировщиками, с форумами и со знаками. Хочу в среду, может быть, и завтра это все знать. И 11 числа у нас уже будет свежий еще зачет по четвертой теме уже. Ну, короче, надо-надо все это, чтобы в голове остывалось. И еще я думала пойти потом по второму кругу, пройти все эти вот вопросы, что я решала, чтобы оно уже, знаете, у меня в голове так, ну, четко, 100% осталось уже. Сегодня у тебя приехала моя Юля, у вас в утро разбудила меня, у меня на полдевятого был будильник. Ну, довольная, счастливая. Еще бы там, как бы, фотки не выставляла, но вот в сторис немножко можно было. Кроме глазу уйти, ее платья, наряд, шука, королева, она заходила. Вот на мероприятие. Там кто-то снимала. Я иду домой, она на работе. Она вообще говорила, что надо какое-то видео снять отдельное. Потому что если согласиться снять, заодно вам все расскажешь, как было, с вами какими-то эмоциями делилась. Кстати, мне говорили, что, типа, хотят Юлю поддержать, но, типа, не через мой канал. Пожалуйста, если есть такое желание, пишите мне личное сообщение, или Юле, даже вот просто Юле, личное сообщение в Инстаграм, она вам скинет карту через приложение PaySend. Мне муж пересылал деньги, и, как бы, подруга моя пересылала, ну, как же там, ну, хотела маме передать. То есть, приложение PaySend, PaySend, через него можно пересылать деньги с Европы. С России-то оно вряд ли, но с Европы точно можно. Наш этот отель преобразился немножко к Рождеству. Смотрите, цветочки, елочки. Такая такая рождественская новогодняя атмосфера. Так, еще раз хочу сказать, кто хочет Юлю поддержать материально, пишите в ней личное сообщение, выходите на ее личное, на ее карту. Вы сможете поддержать, да, без посредников и без комиссии. Через это приложение буквально полтора процента, например. Если вы, там, не знаю, 10 евро-20 хотите отправить, то евро-50 всего лишь за пересылку. То есть, очень выгодный такой вот это перевод денег. Так, кто там хотел Юлю поддержать? Ждем, ждем, так сказать, ваше материальное вознаграждение за ее труды, швейные труды. Я не знаю, продадим ли мы это платье. Я думаю, что она его не захочет продавать. На выпускной так это точно. Еще может кто-то наденет. Посмотрим. Но я уже говорила, что, скорее всего, она ей будет эти платья складировать, где-то в шкафу. И так они будут там висеть. Это как коллекция юлиных платьев. Да, живут за лосолочка. 4 часа дня, наконец-то. Хоть на солнце посмотрите. Кстати, кто будет в Бресте, здесь есть музей истории города. Хотите посетить вот такое заведение. Это возле железнодорожного вокзала, в ту сторону, улица Ленина. Здесь музей и в ту сторону парк. Наш городской парк. Зашла еще магазин. Надо сварить борща красного. То есть, я называю красный это борщ. Вообще, это, наверное, свекольник. То есть, я его варю без капусты. Варю чисто на свекле. Вот. Такой красный. Красный борщ суп. Кстати, это любимый Юлина с детства первая. Потому что, когда в садике, у меня спрашивали, что ты любишь. Она говорила, я люблю красный борщ. Она сказала, я люблю маму и папу, и люблю красный борщ. Ты купила светлые картошки. Надо достать косточку. Это, холодильники. И, может, сегодня вечером сварю красный борщ. Посмотри. Лежу, и до завтра в обед буду варить. Приехала к себе на район. Ветит солнце, и я иду и пою. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. Только не в городок, а в лето. Обратно в лето. Сейчас иду и анализирую. Я когда в Испании жила, мне всегда говорили, чего ты не любишь холод, ты же типа в северной стране живешь. Собака. Спугала меня. Я говорю, да, но у нас в доме тепло. Получается, у нас в доме тепло, а на улице полно. И мы не ходим на улицу, сидим дома. А в Испании, наоборот, дома холодно, на улице тепло. И поэтому люди чаще время проводят на улице, а не дома. Даже я чаще старалась выходить дома в теплой пижаме. Сидишь в халате, а на улице одеваешь майку с джинсами. Или шортами, если на побережье едешь. Представляете, какая разница? Я уже просто скучаю. Вот снять вот эти все куртки, шапки. И насладиться теплом и солнцем. Ой, не знаю. Что-то как-то мне так зуб попаливает. Чтобы не пойти к зубному. Не пришлось идти к зубному. Ну, как бы я планировала, но не сегодня. В первую очередь, хотела голову покраситься. Вот, надо записаться на эмилирование. Шразуб точно 50 евро встанет. Ой, ну, короче, надо подумать. Что и как? Записаться к зубному, потому что запись к зубному тоже на месяц вперед. Если же поострые боли, то да, но там такое лекарство, те самые бесплатные, самые дешевые, покладут. Короче, иду домой, наверное, попью чаек. Буду садиться за учебу. Но вечером уже буду варить борщ. А, сейчас ехала еще в автобусе. Был комментарий от Ирины, что она, ну, по картам гадает. И попросили сделать расклад на меня. Не, ну вы, конечно, можете это сделать, но мне лучше не говорить. Потому что я в свое время, мне хватило мозгов. Ой, во-первых, у меня мама все это видела. Как бы, ну, до 30 лет она мне при этом всю мою жизнь предсказала. Вот, и она, наверное, видела, что я уеду, и ей это жутко не нравилось. Она просто рвала металл называется. Вот, и я тоже, когда разводилась с первым мужем, тоже пошла погадала. Лучше бы этого не делала. Потому что мне все нагадали, что у меня будет мужчина, и у меня будет сын. Да, вот она мне скажет, что у меня будет сын еще. И это еще было, блин, мне было 23 года. Представляете, 23 года. И я всякая, знаете, радостная, всем растрезвонила, своим родственникам, подружкам. Но я так себе придумала, что это гадание на 2 года вперед. Я себе придумала. Казалось, что фига вы знаете, насколько это гадание. Ну, короче, пока что ничего из этого не сбылось. Но мужчина, да, в моей жизни появился. А я уже так подбаиваюсь, знаете. Короче, с этим гаданием я прожила всю жизнь и ждала этого. Вот, поэтому никогда не гадайте на картах. Потому что, по сути, вы сами себя прогнозируете на это гадание. И, получается, не живете свою жизнь и ждете то, что вам нагадали. Да, и я против этого гадания. Что, получается, ты... Когда я встретила мексиканца, это было вообще трэш. Мне сказали, что будет мужчина и будет сын. И я в него вцепилась, это вот в первого, зубами и когтями и хвостами. Да, вот я решила для себя, что мой мужчина. И все. И никому его не отдам. И оказалось, нифига он не мой мужчина. А предназначен был другой. Мне тяжело это далось. Расставание. Поэтому лучше, говорю, не гадайте, не прогнозируйте. И не настраивайте себя на то гадание. А действительно, каждый кузнец своего счастья. Каждый день мы строим свое будущее и наши мысли материальные. На самом деле. Вот как ты подумаешь, то в твоей жизни и будет. Поэтому я стараюсь думать позитивно и верить в то, что все у меня получится. Так оно и будет. И, конечно же, любить себя. Я уже научилась, слава богу. Научилась не до конца, но я вижу уже прогресс в этом определении. Все, пойду еще попью чаечек. Так сказать, заказать, заказать, как я раньше говорила. Залакирую, залакирую сей процесс. Хоть поснимать вам при свете дня. А то вчера в это время уже были сумерки. Вот сегодня, смотрите, солнце светит. Я пойду сейчас в душ. Да, надо смыть из себя детское питание. Пойду в душ. И, наверное, если я это учу, то потом попью чай. Потому что я, в принципе, не голодная. Я только салат ела, краба выбрала с собой. Я такой, знаете, тяжелый, майонезный. Говорю, я пока я с ней хочу. Пить чай, послушаю, пить чай. Я, наверное, уже 6 часов. Такой у меня будет ранний ужин. Съем какой-то творожок. Запью чайком. Итак, видео длинное получается. Буду сейчас с вами. Ставим лайк, подписка, комментарий. Супер, спасибо. Поделаю любимого зрителя. Любимого блогера. А вы мои любимые зрители. Всех люблю. Всех целую. Увидимся с вами завтра. У меня завтра вождение. 12 часов. Надеюсь, у меня все получится. Все. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.